Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Город уже не может из-за требований бюджетного кодекса. В Адипфине отмечают, что теперь можно иметь дело только с кредитами на три года. По сравнению с началом года долг города вырос на 200 миллионов. Программа Экономика. 70% расходов Кирова пустят на социальную сферу. Это предполагает проект бюджета на 2021 год, который на этой неделе будет рассматривать Городская дума. В числе траты 220 миллионов на соцподдержку и соцпомощь, 40 миллионов на устройство покрытия и беговых дорожек на стадионе трудовые резервы. Кроме того, власти рассчитывают, что смогут оплатить ремонт медкабинетов, кровли, системы топления и водоснабжения, автоматической сигнализации в ряде учреждений образования и культуры. Где-то планируется установка систем видеонаблюдения и голосового оповещения. Продолжат оплачивать власти сертификаты дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, а подросткам временные работы в каникулы. 44 миллиона выделяют на замену старых окон в школах и детских садах. В проекте бюджета также предусмотрены субсидии Городскому совету ветеранов, в том числе на издание книги о почетных гражданах города Кирова, а также Ленинскому, Октябрьскому и Нововятскому обществу инвалидов. В правительстве рассказали, сколько предпринимателей получили деньги от государства. Порядка 14 тысяч субъектов МСП Кировской области воспользовались предложенными из-за коронавируса субсидиями на выплату зарплаты. Субсидии на закупку диссредств одобрены для более чем 3200 субъектов МСП. Более 400 предпринимателей взяли льготные кредиты на сумму 1,5 миллиарда, еще более 3000 кредиты по 2% годовых на общую сумму 5,5 миллиардов рублей, которые будут списаны в случае сохранения штата сотрудников. Правда, предприятия общепита уже пишут руководству региона, что людей удержать не получается из-за новых ограничений на работу, поэтому возникает риск того, что кредиты им все же придется возвращать. В завершении о валютах. Доллар сегодня 75,86, курс евро 90 рублей 46 копеек. Ольга Валезина, Новости экономики в Кирове.